Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухни. Но наше желание праздновать праздники с изобилием салатов неистребимо, поэтому мы предлагаем сегодня вам разнообразные салаты на любой выбор и на любой вкус. И первый салат, который мы будем готовить, называется Мой Принц. Итак, поговорим о нашем принце. Но почему этот салат так называется забавно, совершенно очевидно. Потому что этим салатом можно накормить целую роту принцев, не то что одного. Что входит в состав этого салата? Ну, во-первых, возьмемся по очереди. Мы отварили 4 крупные картофелины. Если у вас картошка небольшая, значит варите чуть больше, до 6 штук. И порезали ее мелким кубиком. Отдельно у нас, вот здесь на тарелочке, надеюсь вам видно, здесь находятся 4 маринованных огурца среднего размера. Кроме этого, здесь у нас порезан ревчатый лук, 2 средние луковицы. И, естественно, учитывая, что сейчас зима и зеленый лук невыразительный, вы его для красоты все-таки добавили маленький пучок. Но перед праздником пучки, вы сами понимаете, какие 3 перышка. Ну, в общем, вот они сейчас в тарелке находятся. Дальше. Вам необходимо сюда 3 или 4 вареных яйца. Это по выбору, порубленных мелким кубиком. Банка белой фасоли. Ну, насчет фасоли. Фасоль можно сварить, конечно, самостоятельно. Если вы помните, что фасоль разваривается очень долго, если вы парочку секретов примените, этот процесс пойдет гораздо быстрее. Что я подразумеваю под секретами. Если вы желаете фасоль сварить самостоятельно, с вечера, пожалуйста, ее на ночь замочите в небольшом количестве воды. Фасоль должна быть мелкой белой. Вот это лучше. Есть, конечно, салаты, где используется красная фасоль. Но в этом лучше использовать мелкую белую фасоль. Если у вас такая есть, вы ее замачиваете. Вот. На следующий день в небольшом количестве воды не сливай ту воду, в которую вы замачивали, потому что много витамина в нее попадает. Вы ее провариваете на небольшом огне, чтобы не разбить оболочки ваших зерен, и цельность фасоли не была нарушена. Вот вы провариваете, и она идет прекрасно в ваш салат. Ну, какое количество этой фасоли надо? Около стакана. Если вы замочите и сварите, это будет самое оно. Еще бывает, вот я, все-таки, пока мы любуемся на наши ингредиенты, могу сказать следующее, что в общем и целом бывает такое, что в фасоли заводится жучук. Ну, это трагедия. Ну, а представьте, если у вас ведро фасоли было готовлено, и такая авария с ней произошла. Здесь неплохой способ избавления фасоли от этого недруга нашего. То есть крепкий солевой раствор. Замочите в крепком солевом растворе. Жучки покинут вашу фасоль, или фасоль не может быть использована в пищу. Так, ну и последний ингредиент для нашего принца, это отварная печень. Вы не переживайте, что печень отварная, вот и что там она не жарилась ни с чем, ничего страшного. В общем и целом, она просто добавит вкус в салату. Как мы ее, например, нарезали. Но вареная печень, если она хорошо охлаждена, она довольно-таки упругая вещь. Поэтому, чтобы не мучиться всякими кубиками, тем более, что они будут грубовато смотреться, вы берете свою отварную печень и начинаете натирать ее на крупной терке. Вот таким способом, совершенно легким движением руки, ваша печенка превратится в приятную стружку, которая выглядит, как оригинальная тонкая нарезка. Так что вот возьмите этот способ себе на заметку. Честное слово, просто праздник натирать отварную печень. А в салате она смотрится очень оригинально. Ну вот мы буквально тут под шумок рассказали практически про этот салат. Все. Теперь нам остается только заняться его сборкой. Ну сборка не затейливая. Этот салат не слоеный, поэтому в общем и целом вам надо будет просто запастись салатником, которым вы будете замешивать вашу печень. Ну в общем и целом, немножко подраскидав по столу печенку, мы ее потерли. Но это бывает такое ничего страшного, это кухонный процесс. Возвращаем к общему количеству печени и начинаем собирать. Кстати о печени. Мы отваривали 500 грамм свиной печени. Вы можете взять телячу, какую хотите. Куриная сюда не подходит, потому что натереть ее не представится возможным. Значит так, высыпаем в наш салатник 500 грамм нашей печенки. В общем и целом, что можно сказать по поводу отваривания печени. Печень отваривается в течение получаса, с момента забрасывания ее в кипяток. То есть как вы понимаете, сначала вы разогреваете кипяток, между делом добавляя соль и продолжу рассказывать. Значит у вас в кастрюле кипит вода, не соленая. Туда вы забрасываете печень, с момента закипания ее вновь вы засекаете полчаса, за эти полчаса она готова. Опять же не соленая печень, напоминаю вам, и вы не подсаливаете воду. Дадите ей минут 10 полежать, потом в этом рассоле, вынимайте и охлаждайте. После этого ее можно натирать. Ничего затейливого нет, единственное не переварите вашу печень, потому что она будет похожа на подошву. Так, теперь нам надо добавить пикантности в салат. Для этого у нас продуманные соленые огурцы. Соленые, маринованные. Вообще вы имейте ввиду, я в общем и целом просто сказала, что соленые. Вот мы тоже брали маринованные, нам они более деликатными, кажется. Вот, значит печень мы слегка подсолили, потому что я напоминаю, что печень была не соленая. Вот, огурчики мы добавили. Теперь самое время добавить сюда лук. Вот у нас сейчас вот в процессе сборки салата, быть может, этого салатника почти что не хватит. То есть у нас это все будет с горкой, будет очень трудно перемешиваться. Я вам советую, мы взяли салатник сразу для красоты, но, честно говоря, там за кадром, когда его готовим салат для себя, мы все сначала смешиваем в больших стеклянных мисках. Это гораздо удобнее делать. Значит, теперь у нас с вами происходит следующее. Мы добавим сюда сначала яйца. Почему я так вот медленно и поступательно все добавляю и все так тщательно между собой перемешиваю? Дело в том, что вот такие салаты, как мы сейчас с вами готовим, вполне могут допустить добавление майонеза ну так, за 3-4 часа до подачи. Но обычно мы все салаты готовим накануне вечером. И в общем и целом майонез добавляем только перед подачей к столу. Вот такая есть практика для того, чтобы не испортить салаты. Самое главное не упасть от усердия в праздничный день, оставить силы для хорошего праздника. О чем я говорю, знают все хозяйки. Поэтому вот мы стараемся делать всю салатную нарезку накануне, а в день подачи только заправляем майонезом. Так, теперь у нас банка белой фасоли. Мы ее сейчас сюда отправим. Мы постарались максимально освободить фасоль от рассола. Но если его чуть-чуть останется, ничего страшного. Он довольно-таки густой, насыщен, как вы помните, всякими полезными веществами. Поэтому не будем себя обделять в пользе. Добавим фасоль. Теперь мы будем уже замешивать очень и очень осторожно. Почему? Потому что нам надо все-таки целостность фасоли соблюсти. И даже помятуя о том, что мы еще будем с вами перед праздником его несколько раз перемешивать, когда добавим майонез, то есть если вы его делаете накануне, прошу тут быть осторожным. Может даже чуть-чуть просто вмесить. Ну и последнее, что в общем и целом нам все-таки мы пойдем сейчас сходим за своей стеклянной миской и покажем, потому что явно картофель в наш салатник небо. Как хорошо иметь за кадром время и возможность исправить ситуацию. В общем, у нас появилась с вами стеклянная миска традиционная, в которой мы окончательно все это дело заполируем. Вот теперь я добавляю половину картофеля, который у нас по норме идет, и начинаю сдабривать майонезом. Вот на весь этот набор, о котором мы говорили, продуктов, мне потребуется пол пачки майонеза. Но это, так сказать, экономный вариант, а не экономный, можете наливать сколько хотите, сколько любите. Ну в общем и целом, для чего я сейчас это сделала. Картофель тяжело воспринимает всякие майонезы, сметаны. Ему нужно какое-то время, чтобы ознакомиться с этим продуктом. Поэтому лучше майонез добавлять два раза за смешивание салата. И соответственно, картофель тоже разделить таким образом, чтобы весь картофель получил свою дозу майонеза. Вот. Почему я делаю сейчас заправку нашего салата? Да потому, что мы его буквально после того, как покажем и начнем кушать. Если же вы его делаете перед праздником, еще раз напоминаю, займитесь этим процессом за час до подачи к столу. Не раньше, иначе вы испортите весь вкус и соответственно, начнется процесс, который нам абсолютно не нужен. Процесс брожения. Мы должны его избежать. Итак, наши пол-пачки уже добавлены. Теперь нам остается все это дело перемешать. Единственное, о чем мы можем сказать. Если вы любите душистый перец, вполне уместно будет добавить немножечко душистого перца. Ну и соответственно, попробовать на соль. Соль у сердца это не нужно. Все-таки мы уже подсаливали печень огурцы, но такую, знаете, символическую щепотку мы все-таки добавим. В общем и целом наш салат готов. Наш принц будет счастлив. Это будьте уверены. Как прочим, и ваш принц, если вы ему приготовите такой новогодний салат. Возьмите себе на заметку и будьте успешны.